Панамский канал Вчера закончилась экспедиция наша по Перу на Land Rover Discovery 5 И мы должны были все разлетаться домой Мой прилет должен был до дома состоять из трех отрезков Первый отрезок из города Уан Кайо до города Лима Это столица Перу Дальше из Лимы в Париж и из Парижа в Москву И в Москву я должен был прилететь сегодня 20 минут назад А я еще в Панаме Значит, что случилось? В городе Уан Кайо была жуткая гроза Молнии сверкали над аэропортом безостановочно И самолет из Лимы за нами не прилетел Соответственно, я не смог улететь из Уан Кайо И мой самолет до Парижа улетел без меня Я побывал в 120 с чем-то странах Я очень много летаю Минимум 8 раз в месяц А иногда и чаще И это первый раз в жизни, когда я опоздал на рейс на самолет и не полетел Что делать? У меня, соответственно, билеты до Парижа пропали Я стал искать варианты, как можно быстрее улететь в Москву Потому что в Москве у меня было всего лишь полтора дня по первоначальному плану И дальше я улетаю на Сахалин Я нашел вариант с вылетом в Панаму рано утром И уже через Панаму можно было долететь до Москвы Но для этого нужно было оказаться в Лиме Как это сделать? Я взял такси и на такси поехал в сторону Лимы Но эта поездка оказалась тоже непростой Во-первых, такси я вызывал четыре раза Прежде чем такси наконец-то приехал за мной в аэропорт города Уан Кайо До этого просто они говорили Через пять минут будем, мы ждем 20 минут Ни ответа, ни привета Звоним, он говорит Ой, не, я не приеду Окей Приехал в итоге какой-то мужик Сказал Да, за 400 местных солисов я вас довезу до Лимы Мы говорим Окей, нас устраивает, поехали Он проехал где-то минут 40 час Остановился в какой-то деревушке Что-то спросил у местного Заехал на площадь, где стояла куча такси Короче, это такой местный какой-то перевалочный автовокзал Из такси маршрутных Он говорит Окей, типа чуваки Платите мне стольник А дальше за 300 идите договаривайтесь Вас здесь вот такси какой-нибудь довезет до Лимы Мы говорим Постой, постой Мы с тобой договорились за 400 до Лимы Он говорит Не, я точно не поеду Ну так и быть, я пойду для вас договорюсь Он пошел, нашел для нас такси какое-то Договорился за 300, чтобы нас довезли до Лимы Я приложил вещи Мы летели вместе с другом Мы сели к нему в машину Он говорит Давайте бабки Мы говорим Не, парень Давайте Ты нас сначала довезешь А потом мы тебе дадим бабки Он такой Нет, я не поеду Давайте мне хотя бы 100 солисов предоплаты Иду хорошо Дали ему 100 солисов Он тут же их отдал какому-то своему видимо диспетчеру Типа мамке Которую распределяет таксистов Кто куда поедет Потом какие-то попрошайки к нему подошли Что-то затребовали Он их отдал денег В общем, стольник это он очень быстро раздал Практически полностью Дальше сел в машину И мы поехали Отъехали 5 минут от этой стоянки Он сначала заехал на заправку Но это типично для многих таксистов То есть, когда садишься к ним Они всегда просят деньги вперед на заправку Потом едут и на эти деньги заправляются То есть, ездят обычно без бензина После этого мы от заправки отъехали еще 5 минут И он опять остановился К нам подошел к нашей машине Подошел какой-то мужик Плохоговорящий В какой-то просто ватнике И начал о чем-то спорить с нашим водилой Водила вышла Они очень долго на повышенных тонах орали друг на друга В итоге вроде бы это как договорились Наш водила куда-то ушел А этот новый мужик сел в машину за руль Типа, она была заведена И поехал Ну, мы даже ничего спрашивать уже не стали Мы поняли, что это наш новый водитель Который повезет нас до Лимы Лишь бы довез Потому что, честно говоря, обстановочка В этих маленьких горных деревнях Где таксисты Очень криминогенная Было так немножечко страшно Потому что у меня техники На пару десятков тысяч долларов с собой И нарваться на какие-то неприятности Совершенно не хотелось бы Короче, довез он нас до Лимы До границы с города Останавливается Говорит Ну все, я вас привез Вы в Лиме Мы говорим Нет, нам в аэропорт Лимы Он говорит Нет, в аэропорт я вас не повезу Ни за какие бабки Это далеко Это пробки Мы говорим Мужик, уже два часа ночи Какие пробки Все пусто Он говорит Нет, не повезу и все Мы говорим Ну, мы не вылезем из машины Он поехал дальше Заехал на какую-то темную улочку Рядом с каким-то, видимо Торговым центром Бывшим Или еще что-то Мы смотрим Стоят машины вдоль улицы Припаркованные И какой-то чувак Толкает машину Он остался рядом с этим чуваком Открыл окно И говорит ему Эй, типа Два сеньора В аэропорт Везешь? Тот такой перестал толкать машину Говорит Да Типа 50 с улиц Ну, нас-то в принципе устраивало Мы говорим Окей У него машина-то заводится вообще? Он говорит Да, да, все нормально А там вообще никаких опознавательных знаков Что за тачка? Непонятно В итоге Мы пересели на его машину Уже третье такси Переложили вещи И он нас довез до аэропорта Слава богу Все закончилось хорошо В итоге Три часа ожидания такси Шесть часов на самом такси И мы оказались в Лиме Ехали ночью по горной дороге По серпантину Постоянно обгоняли грузовики То есть Ну, я уже просто на заднем сиденье зажмурился И лег спать После этого А вы все еще ведь смотрите, да? На кадры из Панамы Надеюсь, их хватит, чтобы перекрыть весь длинный рассказ После этого мы оказались в аэропорту И стали думать, что делать Решили лететь через Панаму В 4.18 страны, да? Обычно по 5 минут Как бы 4.10, 4.15, 4.20 Тут в 4.18 был рейс до Панамы На который мы купили билеты И прилетели сюда Ну, не мы сами купили А Land Rover нам купил билеты Спасибо им огромное Потому что они нас не бросили в этот час В Москве была ночь глубокая Но там люди не спали И вообще занимались нашими билетами С 12 ночи до 5 утра Так что мы смогли улететь И вот сегодня мы в Панаме целый день гуляем здесь Ну, как вы уже поняли Сейчас я уже в аэропорту И уже уезжаю Я уже нагулялся И могу показать вам все эти замечательные кадры Башни Трампа и так далее Надеюсь, вам они понравились Ну, а у меня впереди еще сутки полета И это будет перелет до Парижа Сначала длинный, там пересадка И потом перелет до Москвы И в Москве сейчас ночь с субботы на воскресенье Здесь уже вечер И в Москве я должен оказаться в воскресенье ближе к ночи Ну, это, в общем, будет, наверное, самая длинная дорога в моей жизни Больше двоих суток мы будем двигаться домой О, какая красотка! Прямо подошла ко мне! Подписывайтесь на мой канал, лайкайте это видео И увидимся на этом канале! Субтитры сделал DimaTorzok